Сатирическое французское издание Шарли Эбдо, ранее высмеивающее пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, опубликовало карикатуру дня, посвященную землетрясению в Турции и Сирии 6 февраля, жертвами которого на данный момент официально признаны около 10 тысяч человек. На черно-белом рисунке изображены разрушенные дома и перевернутый автомобиль. Авторы также добавили подпись к карикатуре «Землетрясение в Турции. Даже танки посылать не надо». Публикация вызвала большой скандал даже среди поклонников издания. Некоторые писали, что карикатура несет следующий посыл – глупо воевать, когда и без вооруженных конфликтов существует множество угроз для жизни людей. Однако большинство пользователей соцсетей решили, что так французские карикатуристы намекнули на политические противоречия Европы и Турции, пишет Middle East Monitor. Бывший член службы телохранителей СДЛП двух президентов Франции с 2002 по 2011 год Александр Боассон, ссылаясь на нападение на журнал «Шарли Эбдо» в 2015 году, в результате которого погибли 12 человек, написал. «Мой коллега Франк Бринзалора погиб, защищая вас. Если ваше перо становится убийственным и ведет к принесению в жертву других коллег из службы телохранителей, вы должны предстать перед судом за возбуждение ненависти». Участники обсуждения посчитали карикатуру постыдной и жалкой. Пользователь по имени Егит Анген сказал, что он был в Париже, когда в 2015 году на Шарли Эбдо было совершено нападение и принял участие в маршах в его поддержку. «Однако меня расстроило то, что у вас нет духовности. Тысячи людей в ловушке, под обломками». Официальный представитель президента Турции Ибрагим Колын ответил журналистам Шарли Эбдо. «Современные варвары, подавитесь своей злобой и ненавистью». На данный момент в Турции и Сирии продолжаются поисково-спасательные работы. В Турецкой республике к поискам выживших привлечены все службы и международные партнеры. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на три месяца ввел режим ЧП в десяти пострадавших от землетрясения провинциях. В Сирии обрушенные здания разбирают своими силами. Тысячи людей все еще погребены под завалами. Как сохранить и приумножить свой капитал в кризис? Так называется бесплатный мастер-класс эксперта в области халяль-инвестиций Кумара Мухамедзянова. Очень полезная и актуальная информация в наше время. Переходите по ссылке. Не пожалеете.